Эй, Вэй. Эй, Вэй. И у нас сегодня очередная недельная закупочка. Продуктов, как вы видите, много. Поэтому хватит их, наверное, больше, чем на неделю. В общем, давайте расскажу вам, что же я купила. Ну, давайте начнем мы с мясного. Из мясного у нас два лоточка филе бедра индейки. Два лоточка стейки грудки индейки. Вот, два одинаковых лоточка. Дети мне пытаются помогать, поэтому извиняюсь за фоновые звуки. Тройкурова. Это у нас бедрышки. Хотела взять филе, но филе не было. Взяла одну упаковку бедрышек. На них можно и супчик сварить. Но, скорее всего, я их буду просто запекать. Также взяла креветки. У нас основная закупочка из магазина Пятерочки. А креветочки я взяла в другом магазине. И там же взяла еще дыньку в другом магазине. Остальное все с Пятерочки. Я купила мелкую соль, две упаковочки сахара, песка. Вот такая морская соль. Она, вроде как говорят, полезнее. Если кто пробовал, расскажите ваше впечатление. Ну, а я ее купила вместо крупной обычной. Молоко купила. Потому что молоко у нас тоже почти закончилось. Бананы наши любимые. Тут две связочки аж. Из каш у нас Геркулес. Три упаковочки риса круглозерного. У нас рис очень быстро уходит. Я в тот раз купила две упаковки. У меня все разошлось. Его хорошо едим и мы, взрослые, и детки. Купила манку. Ее я купила больше для выпечки, наверное. Я детям манную кашу особо не готовлю. Упаковочку перловки. Упаковочку пшенки. Упаковку макарон. Макароны у меня с прошлой закупки, кстати, остались. Но я купила перья, потому что Соня иногда просит какие-нибудь по форме именно макарошки. Далее, как вы видите. Из консервных баночек увидела шпроты. Итак, я купила горошек и кукурузу. 6 соток беру. В принципе, нормальная фирма меня устраивает. И по цене она бюджетная. Сметанку. Очень нравится нам вот такая брест литовская сметана. Очень вкусненькая. Творог купила. Он был со скидочкой. Простоквашенный. 9%. Я не смотрю обычно проценты. 9%, 5%. Беру какой-нибудь по скидке обычно бывает. Купила 2 глазированных сырка. По-моему, со сгущенкой. Сыр. Голландский традиционный кусочек купила. Еще затесалась одна баночка. Это томатная паста помидорка. Давно что-то я не брала томатную пасту. Но надо иногда хочется в подливочку добавить. Или что-то такое сделать. Взяла. Она очень хорошая по составу. Там ничего лишнего нет. Из овощей у меня в этот раз морковочка. Лучок. Редисочка. И цветная капусточка. Красавица. Морковку с луком я вообще брала у родителей. Но они уехали сейчас отдыхать. Я знаю, что я до них просто не дойду. Поэтому на неделю нам так точно на супчики, на салатики, чтобы были овощи. Из фруктов у нас помимо бананчиков в этот раз яблочки зеленые. Дочка у меня попросила именно покупных яблочек. Свои ей надоели. В общем, купили покупных. Гранатик один взяла тоже. Беру по одному, потому что иногда они хорошие попадаются, иногда плохие. Не угадаешь. Взяла три мандаринки. Что-то соскучились по мандаринкам. Не знаю, дочка будет есть или нет. Если что, я скушаю. Киви взяла тоже выбирала. Но они какие-то твердоватые. Может, полежат, будут нормальные. Тоже взяла. Поэтому всего три штучки. Еще взяла две нектаринки. Брала в прошлый раз. Очень вкусненькие, хорошенькие. Но взяла всего две штучки. Потому что сын попробовал. У него аллергия высыпала. И я взяла дочки. Если она тоже не захочет, то я сама скушаю. Муж у меня особо по фруктам не особо любитель. Дальше я набрала столько, все много к чаю в этот раз. Во-первых, взяла сам чай. Как в прошлый раз брала Greenfield. Зеленый чай рассыпной. Мне он нравится. Хорошенький чай. Также взяла кофе. Нес-кафе. Обычный самый мы берем. Классический. Взяла бараночки. Уже детки открыли. Бараночки с маком. Вот такую соломку сладкую взяла. Батончики-конфетки. Я сама такие очень люблю конфетки. Мне нравятся. И Соня у меня любит. Вот такие взяла. Бананы в шоколадной глазури взяла. Попробовать. Написано, что это натуральные вяленые бананы в шоколаде. Ну, как бы по составу хорошие. Посмотрим, как по вкусу. Я такие не пробовала. Взяла вафельки с лесным орехом. С ароматом лесного ореха, точнее. Вафельки тоже у нас все любят. Халву. С арахисом. Обычной халвы почему-то не было. У меня дочка просила халву. Но я думаю, такая тоже будет вкусненькая. Также взяла юбилейное печенье. Традиционное. Была такая большая пачечка со скидкой. Поэтому взяла его в этот раз. Еще взяла Несквик. Рекламирует как раз на 30% меньше сахара. Ну, вот в чем я решила взять. Она тоже была с желтым ценником. Думаю, дай возьму. Это у нас Соня у нас вкусняшки. Пюрешечка одна. Фрутоняня. Сок один. Соня любимый сок банановый. Но его в этот раз не было. Поэтому взяла такой. Еще к чаю взяла шоколадочки. Степ с лесным орехом и карамелью. С арахисом и карамелью. И взяла вот такой киткат. У меня Соня хотела попробовать. Такой беленький киткат. Киткат тоже был, по-моему, со скидкой. В общем, я смотрю, бывает, чтобы были покупочки поэкономичнее. Смотрю на акции, обращаю внимание, когда иду в магазин. И купила еще вот такие конфетки Рахат Луку. Нам они очень нравятся. И они очень хорошие по составу. То есть там ничего такого страшного нет. Крахмал, по-моему, аскорбиновая кислота, что-то такое. Ну, в общем, короче, никаких вредностей сильных нет. Конфетки можно со спокойной совести давать и деткам. С арахисом в этот раз. Взяла упаковочку трубочек. Дети любят через трубочки пить. У нас они очень часто уходят. Я беру иногда то в фикс прайсе, то вот так в пятерочке. Посмотрю, где вспомню, что они заканчивают. Взяла, ребята, дрожжи. Дрожжи взяла. В общем, хотела попробовать что-нибудь испечь. Но вообще я с дрожжевым тестом как-то вообще не дружу. Вот сколько раз пробовала делать, у меня получается какая-то ерунда все время. Ну, я все время думаю, может быть, дрожжи были плохие или что-то. Взяла попробовать. Может, что-то попробую испечь такое легенькое. И яйца куриные взяла С0. Я, кстати, в последнее время стала брать яйца. Красная цена. Открываю вот так в магазине, проверяю, чтобы они были не побитые. А они нормальные, стоят как бы вполне недорого. Так, вроде все рассказала. А, нет, не все рассказала. У нас лежит дыня, которая куплена в другом магазине. И под дыней что лежит? О, лежит у меня бигланч. Гадость такая. Ну, вот такая вот закупочка. Вот такая вот большая, объемная у нас закупочка в этот раз получилась. Не забудьте поставить пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И обязательно подписывайтесь на наш канал, если вам нравятся такие видео, потому что мы снимаем их регулярно. По ценам, ребятки, в магазине пятерочка у нас вот такой вот, вот такой длинный чек вышел. В общем, на сумму 3687 рублей. А в другом магазине, где куплены были креветки и дыня, чек вышел 583 рубля, 20 копеек. Дынька у нас вышла, получается, на 123 рубля и креветки на 459. Вот такие вот дела. В общем, общая закупочка, получается, у нас вышла на 4 с лишним тысячи рублей. Думаю, этих продуктов хватит больше, чем на неделю. Наверное, недели на две. Ну, соответственно, что-то, как обычно, мы будем докупать. Молоко. В этот раз я не купила сливочное масло, я его как-то купила отдельно. Подсолнечное масло у меня еще есть. В общем, такие вот продукты, какие быстро портятся, мы их покупаем по мере необходимости. Потому что сильно много запасов, мне хранить, к сожалению, негде. Так, мне на кассе дали, ребят, еще аж 6 штук штампиков. Сонечка, зову доченьку. Сейчас она будет их открывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук дали. Да, Сонечка у меня будет открывать штампики. Посмотрим, повторные попадутся, или те, которых еще не было, да? О, красненький. У меня такой штампик есть. Был такой, да, уже. Красненький был. Собирать-то больше их, нет? Воу, какой. Вот, девочка такая. Героиня, а не герой, да? А, помочь тебе, Соня? Тебе не надо. Сама? Ну, давай. Ой, убежало что-то. Какой-то желтый. Тоже, наверное, как было или нет? А, это рука такая была у нас. Она у нас уже грязная. Мы ее уже штамповали, да? Бока. Да. Да, рука. Ну, давай посмотрим, что еще. Наверное, фантики в одну сторону убирай. Ой, а срока. А, такого не было, да. М-м-м, какой. Слок-локу штапик. М-м-м, интересно. Смородой какой. Да, мы потом посмотрим, как они называются. Мы в них не сильны. Фильмы в Марвел у нас больше папа смотрит. Он, наверное, знает, как они все называются. Ну, мы в интернете подсматриваем, да, Соня? Как называются все эти герои. В общем, интересно там штампики штамповать. Да, Соня? Да. Поиграться, порисовать или поукрашать чего-нибудь. Опять. А это, наверное, другой желтый или тоже рука? А, вот, да, тоже повторный, тоже попался. Ну, повторных, если захочешь, можешь друзьям своим подарить, да? Да, тут вот какие интересные. Ну? А саппасом. И еще, да, осталось. Еще два осталось. Вот еще лежит. Ну, интересно. У нас любит Коля с ними играть, разбирать их. О, новый какой-то, да? Это, это... Вот он, железный человек, и есть. А мы с тобой на черного думали, что это железный человек. Вот такой железный человек. Коля у нас любит играть, разбирать их, собирать у него, когда получается, когда нет. Золоку встал. О, ничего себе. С его шлемом, да? Ага. Ну, и давай, вон еще одна. Коля тоже нам помогает. Еще такой же. Такой же? Ох ты, два железных человека. Ну, у тебя теперь почти все, эти, двойные, да? Не, у нас один, получается, Капитан Америка. Вот этот серенький один. Синенький еще был один, да? Человек-паук был один. А как красный? Я не знаю, как он. Ну, да, это надо посмотреть. Надо будет подглядеть, как ее зовут. Я забыла тоже. В общем, ребята, вот такие у нас покупочки замечательные. Ну, Соня, скажешь всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok